Привет, с вами Сергей Кулеш, проект Hotline Video и DTR ноутбук с внешним сабвуфером Asus N75. Эта 17-дюймовая модель замыкает линейку мультимедийных ноутбуков от Asus, куда кроме нее входит 14-дюймовая N45 и 15-дюймовая N55. Самая крупная модель мультимедийной N-серии от Asus выполнена в обновленном стиле, основными особенностями которого являются серебристо-черная цветовая гамма и отказ от металлической отделки. Внешняя сторона крышки выполнена из глянцевого пластика, защищенного по периметру металлической накладкой. Основа корпуса из матового пластика обладает целиной толщиной, отверстий для вентиляции более чем достаточно. Чтобы придать немаленькому по площади корпусу дополнительную жесткость, по всей поверхности днища разбросаны небольшие пластиковые ножки. Емкость аккумулятора составляет 56 Вт-час, общий вес устройства доходит до 3,67 кг. Схема размещения портов отличается от младшего собрата N55 практически зеркально. На левой боковине находятся только Blu-ray привод, два USB-порта и радиатор системы охлаждения, тогда как на правой сосредоточен набор из почти десятка разъемов. В ближней части расположены пара аудиопортов, два разъема USB 3.0 и HDMI, средний – кардридер D-Sub и RJ45, и, наконец, в дальний – специальный разъем для подключения внешнего сабвуфера и гнездо зарядного устройства. Передняя и задняя грани пусты. Окантовка экрана выполнена из глянца, пластина в ее нижней части и решетка акустики из металла, а рабочая панель практически полностью из практичного матового пластика. Клавиатурный блок полностью идентичен 15-дюймовой модели. Пару сантиметров лишнего места отдали под индикатор режимов работы. Напомним, что основными особенностями клавиатуры ноутбуков N-серии является цифровой блок с вписанной кнопкой включения, дополнительный столбец мультимедийных клавиш и эргономичный срез поверхности кнопок. Тачпад выполнен из того же матового пластика, что и остальная часть подладонной панели. Asus N75 представлен на рынке в нескольких конфигурациях с различными объемами оперативной и дисковой памяти. В качестве центрального процессора можно выбирать варианты от Intel Core i3 до Intel Core i7. А вот графическая подсистема во всех модификациях одинакова. Это дискретная NVIDIA GeForce GT 550M, которая в случае необходимости умеет переключаться на интегрированное ядро Intel HD Graphics. Попавший на тест образец оснащен четырехъядерным процессором Intel Core i7-2630QM, 8 гигабайтами ОЗУ и гибридной видеоподсистемой с поддержкой технологии NVIDIA Optimus. В данной конфигурации Asus N75 набрал более 7000 баллов в PCMark Vantage, 2360 баллов в PCMark 7, а также 22,5 тысячи баллов в 3DMark Vantage. Автономность составляет более часа в режиме максимальной нагрузки и около трех часов в режиме чтения, однако для DTR модели данные показатели не имеют особого значения. Кроме аппаратной начинки, пользователь может выбрать и тип матрицы, стандартную 17-дюймовую панель с разрешением 1600 на 900 точек или же его HD-модификацию. В нашем образце была установлена качественная глянцевая матрица с разрешением 1920 на 1080 точек, максимальная яркость которой составила впечатляющее 240 кандел на метр квадратный. В итоге с экраном такой диагонали и качества отображения можно забыть о покупке внешнего дисплея, однако не забывайте придерживать его при закрытии. Механизм автодоводки чересчур агрессивен. Во время эксплуатации Asus N75 не вызвал критичных нареканий, это достаточно типичный представитель настольного класса ноутбуков. Не понравилась не совсем логичная раскладка клавиатуры и ее гибкость в углах блока, мигающие перед глазами индикаторы активности, благо они белые, а не кислотно-синие, и невыделенная тактильно-сенсорная панель тачпада. Однако за качество звучания этому ноутбуку можно многое простить. Подключение сабвуфера Sonic Master придает этой мультимедийной системе неожиданно глубокое звучание. Внешняя акустика входит в комплект поставки. Она выполнена в виде довольно увесистого глянцевого цилиндра, суженного кверху. Подставка на резиновых ножках снимается. Под ней находится ниша, в которую при транспортировке можно уложить кабель. Asus N75 – 17-дюймовый мультимедийный ноутбук, построенный на связке логики Intel Sandy Bridge и графике от NVIDIA. Стильный дизайн, высокая производительность и, самое главное, качественная акустика от Bang & Olufsen с внешним сабвуфером позволяют рекомендовать этот ноутбук на роль качественного домашнего развлекательного центра. Продолжение следует...